Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами в Самарканде, и мы находимся в доме Филатова. Это винзавод, где есть дегустационный зал. Сегодня мы сюда приехали. Видите, здесь написано, что дегустационный комплекс Самаркандского винкомбината имени Повренко. 1868 год. Видите, сколько лет уже этому, как говорится, музею. Дедушка встречает нас с виноградом, из которого делается вино. Вот так вот выглядит зал, музей. Видите, винзавод имени Повренко. Это награды завода, которые получили за все это время существования. Посмотрите, сколько медалей было завоевано. Очень много медалей. Это сам Гавренко, основатель. Ну, конечно, надо не так смотреть, надо это место посетить. Здесь вот такие вина, которые изготавливаются в Узбекистане. Ну, вот эти вина, как я понимаю, были изготовлены еще, наверное, в 1800 какие-то года. Очень старые. Вот, посмотрите, раньше как выглядели бутылки от вина в упаковке. Возможно, что это первая, да, эти коллекция винных бутылок. Здесь вот этикетка на бутылках. Ну, и приспособления, которыми отжимают, выжимают вино. Вот резаки, скребки, в общем, все инструменты, которыми делали вино в древности. Ну, вот так вот выглядит музей вина. Вот, посмотрите, какие бочки. Еще видно ли вам или нет, но это карта. Здесь дислокация винпунтов. Хозяйств системы винкомбината имени Хавренко. Видите, здесь это по всему Узбекистану, где-где располагаются винпунты. Так что, вот такой вот здесь музей. Десять винем. Всем здравствуйте. Ну, и, конечно же, мы приехали в Самарканд. Ну, а тот, кто посещает Самарканд, обязательно должен увидеть Регистан. Поэтому хочу вам показать Регистан. Сегодня у нас получилось так, что времени мало. Мы не можем посмотреть его полностью. Ну, хотя бы частично мы увидим главную площадь Регистана. Вот, посмотрите. Это исторический памятник. Регистан. Любой посещающий Узбекистан. Ну, я даже думаю, что, наверное, многие люди, даже если не знают Ташкент или там, ну, Узбекистан, наверное, все знают, но Самарканд знают все во всем мире. Могут, да, даже, может, Ташкент не слышали или какой-то другой город, но Самарканд это известный город во всем мире. Поэтому Самарканд, самая главная, как говорится, его фишка, это Регистан. Вот, сейчас мы находимся именно здесь, на древнем месте, в Самарканде, города Самарканд, Регистан. Но сейчас вот солнце, оказывается, садится, и нам закрывает обзор Регистана. Но все-таки это знаменитая, можно сказать, Великая площадь Регистана. Вокруг окрестности Регистана вот такие имеются зеленые парки, где можно в любое время прогуляться, посидеть, отдохнуть. Вот это место, отсюда удобно фотографироваться, так как оно прямо напротив. Очень много людей, как всегда, и местных, и не местных. Регистан настолько знаменит, что обязательно посещение Регистана, это прям главная программа, можно сказать. Регистан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok О, акробат Акробат Молодой Вот такой зеленый многолюдный парк Погода просто прекрасная Сегодня солнце не такой ягод, потому что у нас как-то облачно и дует такой ветерок освежающий Очень погода просто прелесть Гулять это просто благодать Вот такой зеленый красивый парк Вот такой зеленый красивый парк Паркури тиспана Регистан вообще состоит, знаете, из трех мадресе Эти мадресе были построены каждый в свое время Они не одновременно были построены Но есть такая легенда, что на этой площади проводились какие-то мероприятия городские, также и казни тоже производились здесь И вообще Регистан, это как бы значение имеет песок Как бы площадь покрытая песком Ну, говорят, что песком покрывали для того, чтобы после казни кровь впитывалась быстрее Да, ее не видно было Но вместе с тем, конечно, на такой большой городской площади проводились и какие-то знаменательные мероприятия Зачитывались указы Либо, ну, в общем, да, это была главная площадь Самарканда с древних времен Поэтому посетившие именно Регистан люди, я думаю, могут здесь прочувствовать, ну, как бы немножко историю древнюю Потому что, посмотрев на вот эти здания, на вот эту мозаику тех времен Здесь есть такие памятники, на которых не только мозаичное искусство, но также покрытое есть золотом Разная техника исполнений И поэтому, думаю, что равнодушным не оставить никого Недаром эта площадь знаменитая на весь мир Поэтому обязательно, думаю, что Самарканд посетить, это очень важно Режиссер Данщину Продолжение следует...